Господь призывает людей покаяться и веровать в Евангелие. А без Бога нет ничего. Люди выброшены, никому они не нужны. Вы разве дали какую-то откупную? Ваш руководитель, кто создал вашу религию, то он разве сказал, что вы блудили беспременно? Ну что ты так крест... А вот это, узнай. Дагестанец, бля. Господь умер за нас, умер за нас Христос. Он живет к покаянию. И все, пьют, пьют, огонь погашают. Грешник будет вадумывающийся, а здесь собираются люди для блуда, раздетые. Что попало делать? А мы мусульмане, вам кто разрешил безобразничать? Дома четыре жены, купить надо, колым платить, а здесь не надо бесплатно 44. Что тут скрывать-то? И лица прячут. Я вас очень хорошо знаю. Хорошие люди. Но на блуд невоздержие. Блуд невоздержие. Кто, мусульман хороший? Да. Мы очень близкие. Хорошие не на боку лежат, а когда работают. А? Я вам объясняю, вы не слышите. Я вам объясняю, вы не слышите. Человек нуждается в спасителе. В спасителе. В спасителе. Вот так. А спаситель – это только Христос. А спаситель – это только Христос. У вас же он написан там, Иса называется. Вы свою-то книгу знаете, священную? У нас Библия, а у вас по-другому называется. Иса – это наш. Иса – наш пророк. А чего он ради вас, что пророк? Он – Господь Бог, второе лицо Троицы, Бога-человек. Вы пришли после нас на шестьсот лет позже, исказили все и все Евангелие. Иса – это наш пророк. Иса – Господь к сокрушенным сердцам. И смиренного узнает и издали, и гордого. Господь призывает всех повсюду покаяться, пока не поздно. А люди собрались здесь, а только для блуда, а не для чего больше. Тут и беседовать не с кем. Люди хуже животных. Разбратищают открыто, безобразничают. Нигде, ни на каких ресурсах этого нет, как в этой рулетке. И процентов 80 – мусульмане. А почему? Походливые, как жеребцы. Своих жен четыре дома оставил, а тут бесплатно 44. И пытаются кого-то обманывать. Надо веровать. У вас в книге тоже священно написано, что блудники не одобряются Богом. Начнем, что говорить, уже скверные слова идут. Я мусульманин. Я говорю, ну еще дальше-то, мусульманин. Ты одно слово заучил Аллах, а дальше не знаешь. Ты хоть раз прочитай свою книгу, которую считаете священной. Вам разве позволено делать, что вы делаете? Маленько-то, посчитай. У меня вот Библия, вот она у меня Библия. Я христианин. Я ее читаю 56 лет. Вот она, книга. Я очень близко знаком с мулами, с разными имамами. В мечети у них был. Ночевали в доме у мулы. Мы много беседовали. Все хорошо, но спасения нет. Спасения нет. Пророк. А пророк не спасает. Бог спасает. А Бог как спасает? Он послал Сына Своего Единородного. Он умер за нас, Христос. Умер. Кровью своей омывает человека. А вы баранами думаете. Я говорю, как же так? Баран не спасает, он только напоминает. Курбан-барам, когда вы раз там справляете. Да. А вот пророк Иисус, он Сын Божий или просто пророк? Он и Пророк, и Сын Божий, и Бог. Второе лицо Троицы. А когда вы беседуете, вы никак не хотите признать, что он Бога-человек. Это воплощение произошло, единожды в мировой истории. А тут так, как Ветхий Завет, стандартно. Мыслят им все. А вы верите в то, что в Коране написано? Нет, конечно. Он Бог. Он спаситель. Он умер за нас. А остальное-то у меня не касается. Чего я буду вашу книгу разбирать-то? У меня своя есть. Я верю так, как Господь сказал. Надо, чтобы понять, надо же несколько книг читать. Правильно? Правильно. Правильно. Надо живую связь с Богом иметь. У меня такого интереса нет? Нету интереса. А к чему же тогда интереса, если этого нет интереса? Если весь мир приобретешь, а душе повредишь, какой выкуп дашь? Евангелие говорит. Какой выкуп дашь за душу свою? А мне нет интереса. То есть тебя на петлю уже повесили, а мне интереса нет. Так же не годится. Вы это говорите, пока вы сытые, одетые и окруженные женщинами. А когда смерть подставит косу свою, тогда сразу по-другому. К священнику бегут, исповедоваться надо, что-то дать там. Надо думать сейчас, пока живой, пока нормальный. Принести в дар Богу сердце свое. Он умер за нас, Христос. И ждет нас покаянием. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий в жизни не убит, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит нам Святая Библия. Понятно. Так. Как вас зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий, город Барнаул. У нас очень большой ресурс YouTube. Во свете Библии называется. Во свете Библии. 14 тысяч роликов у нас. Мы строим православную деревню с нуля. Вот там столько всего, много интересного. Во свете Библии. Если добавите слово сайт, перейдете на сайт. Если во свете Библии форум, на форуме. А запишите Игнатий Лапкин, по скайпу можете зайти. Мы не скрываемся, мы открытые. А здесь половина, одни глаза вот так, или рот только видать. Лукавые блудники. Думает их жена не узнает, что они здесь сидят. Алименщики, спрятались от алиментов-то. Да. И из Брянска. Да, и ругаются. Сейчас я с одним разговаривал. Я мусульманин. Я говорю, что тут ни одного мусульманина нет. Я говорю, 80% мусульмане. Пришли бесплатно блудить. А дома-то Колым надо платить. Брянск, знаете город? Так, повторите. Брянск, город, знаете? Брянск, знаю. У вас там Брянский Волк называется. Да, Брянский Волк. В 2015 году удали Брянску город воинской славы. Да. Много претерпел этот город. Партизаны. Партизаны были. Если люди не верят в Бога, жизнь совершенно бессмысленная. Одни страдания, на власти недовольны, митингуют, проклинают. А у нас этого нету. Вот нас в семье, отец пришел с фронта, вот так руки нету. И нас было в семье пять мальчишек, пять девчонок. Без Бога нет жизни настоящей. Вот здесь мусульман так много, процентов восемьдесят. И пришли они не для того, чтобы молиться Богу, а блудодействовать. Я говорю, у тебя дома четыре, жены может быть, и заплати колым. А здесь сорок четыре, ни за что не платить. Вы как ненасытные походливые жеребцы, ржете здесь. Зачем вам надо? В вашей книге священно разрешается это делать? Господь призывает всех к покаянию, зовет. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизнь, но гнев Божий на нем.